Километровые пробки на границе Украины с Венгрией и Словакией. Возле пунктов пропуска образовались очереди из фур. Чтобы пересечь границу дальнобойщики ждут по несколько суток. Почему, узнавала Марина Коваль. Очередь грузовиков возле пункта пропуска Ужгород на украинско-словацкой границе растянулась на несколько километров. Водители стоят третьи сутки, а некоторые даже больше. На то, что ждать придется так долго, водители не рассчитывали. Запасы продуктов, которые взяли в дорогу, практически закончились. На подъезде к КПП ни магазинов, ни гостиниц, нет даже мусорных баков. В прошлый раз и все. Очередь из грузовиков и возле пункта пропуска Тиса. Это уже украинско-венгерская граница. Много машин с российскими номерами. Дальнобойщики объясняют, у российских перевозчиков истек срок разрешения на транспортировку товаров через Польшу. И если раньше они ехали через Львовскую область, то теперь сменили направление на Закарпатье. Добираются через Словакию и Венгрию, которые выдают разрешение. Выхода не было, польских дозволов нет. Таможенники говорят, работают в усиленном режиме и стараются оформлять фуры как можно быстрее. Только за вчера через КПП Тиса из Украины выехало 300 машин. Хотя пропускная способность пункта 250. В четвертом квартале в большинстве перевозчиков фирм закинчиваются контракты. И також в конце года завтра спостерегаются по аналитике трошки сближения монтажей. Тормозят пропуск грузовиков и европейские пограничники. Каждую машину они оформляют не менее 20 минут. Таковы нормы ЕС. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область.